Первая аптека в Пинске появилась в 1561 году, когда на территории Полесье правила королева Бонасфорца. Эта дата дает основание считать, что аптека в нашем городе была первой на территории современной Белоруссии. Вообще эту аптеку даже можно причислить к утрачным ценностям, потому что про нее, как многие забыли, и, скажем, очень долго считалось, что первая аптека была, Пинская, это аптека, которая работала при коллегиуме. Хотя, как минимум, на век раньше, даже еще больше времени прошло, начала работать аптека Станислава. Тот факт, что аптека Станислава была древнейшей на территории страны, вдохновил старшего научного сотрудника Музея Белорусского Полесья Светлану Целимову на создание временной экспозиции. К сожалению, до наших дней сама аптека не сохранилась, как и подлинные предметы, которые дают о ней представление. Однако, с помощью многих интересующихся этой темой людей, Светлани Целимовой, удалось создать приблизительный интерьер типичной аптеки более позднего времени. Как известно, вещей в аптеке было очень много, ведь аптекарь должен был не только уметь обращаться с лекарственными травами и препаратами, но и быть стоматологом, хирургом, одним словом, лекарем. Кстати, в аптеках продавали не только лекарственные средства когда-то, но также продавали и канцелярские предметы, чернила, парфюмерия продавалась. А также, поскольку, как я говорила, в аптеку ходили в основном знатные люди, там, конечно же, были и конфеты. Аптекарь был не просто аптекарем, он не просто продавал лекарства, как это сейчас в современное время. Аптекарь был врачевателем, знахарем. Даже аптекаря называли колдуном иногда. Существует предположение о том месте, где могла располагаться первая аптека. Согласно плану реконструкции Пинска, в середине 16 века, составленному на основании письменных и археологических источников, бывшим научным сотрудником Пинского музея Александром Лазицким, аптека Станислава находилась на нынешней улице Казимира Свемтака. Ее название аптекарь Станислав. Дело в том, что в те времена аптеки были частные. И поэтому они назывались именем своего хозяина. И, кстати, аптекарь был в то время очень богатым человеком. И в аптеках могли обслуживаться только знатные зажиточные люди. А уже для людей, которые были, ну, победнее, меньше средств было, для них были специальные аптекарские магазины. Благодаря писцовым книгам мы знаем, что в Пинске значилось три лекаря и один аптекарь, которым и был Станислав. В аптеках прошлого могли находиться самые разные вещи. Это засушенные травы и растения, инструменты для операций, некоторые оккультные предметы и, конечно же, старые медицинские и фармацевтические книги. И хотя оригинальных вещей на экспозиции не представлено, сотрудники музея попытались воссоздать атмосферу и передать суть старинной лечебнице. Экспозиция в музее Белорусского полеси временная. Познакомиться с ней можно в течение двух месяцев.